В стенах института ядерной медицины сегодня особенный день как для пациентов, так и для медперсонала. Современное высокотехнологичное оборудование медучреждения пополнил еще один новый PET-KT-сканер Discovery Mi Gen 2, аналогов которому в России пока нет. Главная особенность этого аппарата заключается в том, что он предоставляет наиболее подробную информацию о возможных онкологических заболеваниях. Точность диагностики в несколько раз выше по сравнению с другими методами исследования. Кроме этого, аппарат существенно сокращает лучевую нагрузку как на пациентов, так и на медперсонал. Новый аппарат способен безошибочно разглядеть онкологические новообразования на самых ранних стадиях развития болезни. Врач получает детальное изображение в 128 срезах. Это в два раза более детализированный снимок, чем те, которые дают высокоточные сканеры предыдущего поколения. Есть и другие преимущества. Главное, аппарат позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента на 82% за счет сокращения времени проведения исследования. Проект стал возможен благодаря финансированию из регионального бюджета. Этот институт уникальный только по одной простой причине, потому что здесь одна из самых лучших клиник с наиболее высоким качеством оказания медицинской помощи. Причем это мы говорим сейчас не только про страну, но и вообще в принципе в мире. Сегодня мы в этом еще раз убедились, потому что коллеги начнут работать в совершенно новом аппарате, которого у нас нигде в стране практически нет пока. По словам основателя Института ядерной медицины, новое оборудование практически безошибочно позволяет ставить диагноз в спорных ситуациях. Является ли заболевание онкологическим или это просто воспалительный процесс? Новые возможности для диагностики, в основном онкологической заболевания. Благодаря и искусственному интеллекту, и цифровизации, которые там есть, мы видим маленькие мельчайшие черги. И что крайне важно, мы можем проводить дифференциальную диагностику между онкологическими и воспалительными. Мы уже теперь попадем точно в то место, которое нам кажется онкологически опасным. В 2023 году благодаря высокоточному оборудованию более 11 тысяч пациентов из московского региона и других областей смогли пройти здесь обследование. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ. Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.